Тех, кто не будет с нами, чтобы потом мог посмотреть. Друзья, то, что мы собрались здесь, это очень классно. Я благодарен опять же каждому, потому что вот по тем вот тезисам, которые я кинул в Инстаграме и в наших группах, уже собрались люди, это уже что-то значит о нас. То есть это значит, что как минимум нас интересует наше здоровье, это как минимум, а то и больше. Сегодня день анкливинг, и по этому поводу я решил провести лекцию. Лекция будет рассчитана на новичков в первую очередь, то есть тех, кто, может, никогда не слышал об эфирных маслах или только читал какие-то наши переписки или на мой блог с Инстаграмом и так далее. Поэтому не будем мы заостряться много на технических вещах, поговорим в общем и о самом интересном, о самом полезном. Хочу сразу сказать, что если у вас какие-то вопросы возникают по ходу дела, вы можете не стесняться писать их в чат, можете включать микрофон. То есть не стесняйтесь меня где-то остановить и спросить вопрос, потому что потом, когда этот вопрос откладывается, он просто пропадает. Поэтому, в общем, с вопросами вы поняли. В двух словах, кто со мной не знаком, я вижу, здесь есть люди, которых я, возможно, не знаю. Я очень рад знакомству в любом случае. Меня зовут Андрей. Я по образованию фармацевт. Сейчас заканчиваю университет на этом курсе, пишу дипломную работу, кстати говоря, тоже по эфирным маслам, я чуть больше трех лет назад начал заниматься разнообразными оздоровительными практиками. То есть все начиналось с массажей лечебных, пошло-поехало, и в процессе своего путешествия я нашел эфирные масла. И масла давали такой классный результат, что потихоньку у нас становилось все больше, людей, которые в этом интересовались все больше, людей, которым это помогало все больше. Ну и, в общем, маемо-шумаемо. Поэтому я имею некоторое такое понимание, сейчас провожу я с химической точки зрения, исследую эфирные масла. Моя дипломная работа в двух словах просто очень интересна, заключается в исследовании эфирных масел разных производителей, в разных ценовых категориях и так далее. Ну, в общем, я буду делиться результатами, опять же, в дальнейшем. Поэтому не на этом вебинаре, конечно. Ну, если, опять же, кого-то интересует, то вопросы, и я обязательно отвечу. Просто я не хочу занимать много вашего времени, хочу дать по максимуму информацию, поэтому будем начинать. Может, хотел бы у вас только спросить, есть ли здесь люди, которые еще не использовали эфирные масла в принципе, или даже только слышали о них, но еще не использовали. Киньте, пожалуйста, плюсики в чат, кто вообще еще не связан с эфирными маслами. Просто как для статистики это очень интересно. И, соответственно, я буду подстраивать информацию от таких людей. Плюс познакомимся. Вижу. Правда, нужно отличить прошлые плюсики от новых, но я вижу по времени. Все, здорово. Тогда будем начинать. Итак, название я сильно не выдумывал. Эфирные масла. Зачем они нужны? Что могут и как ими пользоваться? Здорово. Поехали. Достаточно такой, возможно, скучный слайд. Вы подумаете, я сейчас буду рассказывать об истории. Но без этого никак, потому что может сформироваться мнение, что эфирные масла – это какой-то такой современный тренд. Да, сейчас много, скажем, если заниматься в этом кругу, производителей, много людей, которые пользуются эфирными маслами, делятся опытом. Поэтому может показаться, что это что-то такое новое, современное. И раньше об этом не было ни слуху, ни духу. Но на самом деле, вот просто одна цифра, я не собираюсь возгрузить историю, но одна цифра. 4500 лет до нашей эры. Вот тогда уже были известны эфирные масла. И первыми, кто их использовали, были египтяне. Как ни крути, все-таки была развинутая цивилизация. И что самое интересное, вот просто один факт, что когда в 1922 году вскрыли гробницу Тунхамона, то там было найдено больше 20 таких кувшинов алебастровых, которых было больше 350 литров эфирного масла. Вот только через парочку недель все эти кувшины разнесли, и осталось только самые большие, в которых осталось там около 50 литров, и это масло до сих пор было там. То есть, вот это, собственно, уже и доказывает, насколько ценные были вот эти вот гробницы, точнее, эфирные масла у египтян. Ну и те же самые гробители, они буквально предпочли эфирные масла золоту, которые они уносили. Ну а дальше посредством Средиземного моря уже распространялись масла в Рим, Грецию, в Израиль не надо было везти, оно было рядом, Персии и так далее. И что самое даже интересное, самая известная школа Коса, которая была в Греции, возможно, кто-то слышал, там учился сам Гиппократ, и он там преподавал уже ароматерапию с помощью эфирных масел, которые добывали в Египте. В общем, такая интересная история, поэтому, сделав такой вывод, можно сказать, что это не современный тренд, это просто потерянное звено в современной медицине. И это действительно так, потому что, когда идешь-идешь, потихонечку с ним сталкиваешься, ты в этом убеждаешься. Буквально пару слов, что такое эфирные масла, раз мы здесь собрались, я вижу, что еще больше людей пишет, что не знакомы с эфирными маслами. Это природные концентрированные экстракты, которые состоят из сотни, вот подчеркиваю, сотни соединений. Потому что тут важно понимать, что когда мы берем подсолнечное масло, это жирное масло, это не эфирное, то там может быть около пяти разных жирных кислот, насыщенных и ненасыщенных. Здесь же у нас могут быть сотни. В эфирном масле иланхиланга более 500 разных ингредиентов. И здесь сразу начинают приходить мысли, что, во-первых, это невозможно подделать с точки зрения химического состава. А с другой стороны, насколько разные действия могут нести вот все эти пять сотен разных компонентов. Да, они летучие. То есть, если мы откроем баночку, она улетит. А сколько у меня баночек уже улетело? Это даже не засчитать. Жирорастворимые. То есть, ну, это нам говорит просто о том, что мы можем смешивать эти масла, делать смеси, духи именно на основе жиров. И они сильнее высушенных растений. Мы, я потом вам приведу пример, но вот нужно понимать, что они в сотни и даже в тысячи раз более концентрированы, чем просто вот у меня сейчас рядом завален чай из мелисы. Вот в нем будет там одна тысячная процента эфирного масла, которое, скорее всего, и то улетело во время сушки. В данном же случае, то есть, мы имеем дело с чем-то, то есть, например, вот в одной бутылочке, которая вот возле меня находится, в ней будет около там двух килограмм просто сырья. И да, эфирное, это значит, что заключает сущность растений. Сейчас об этом поподробнее, потому что я нашел интересную информацию, откуда вообще пошло это слово. Я во время, опять же, той же дипломной работы начал копать, было интересно. И вот самое первое упоминание, это согласно аристотельской идее, сами, да, представляете, вот в те времена, когда мы там говорили, до нашей эры, вот тогда это и было. Термин эфирное, в оригинале это essential, essential oil, это сокращенная форма от quintessential, то есть quintessence, да. И вы можете знать, что quintessence это пятый элемент, то есть у нас есть вода, огонь, земля, ветер и вот как бы пятый элемент, который объединяет их всех. Вот это считал Аристотель. И да, он считался духом и жизненной силой. Я нашел в библиотеке международной его как бы фразы, да, из его книги, и вот что он говорит, я просто приведу перевод этого всего. «Свет природы – это quintessence, извлеченная самим Богом из четырех элементов и пребывающая в наших сердцах. Он воспламеняется святым духом, а свет природы – это интуитивное восприятие фактов, своего рода озарения. У него есть два источника – смертный биспет и бессмертный, которых Парацелис назвал ангелами». То есть, что и самое интересное, что он уже пишет о том, что это интуитивное восприятие фактов, то есть это уже связано с некоторым пониманием высоких вибраций. И это правда, я использую масла для того, чтобы входить в определенные состояния. Даже сейчас там со мной работает диффузор, и сюда я накапывал масла, которые помогают мне во время вебинаров. Во-первых, здесь есть смесь храбрость, потому что сколько вебинаров не ведешь, все равно как первый раз. А во-вторых, здесь есть масла, духовные в том числе, которые помогают действительно нести информацию. И ты, когда потом смотришь на это, ты понимаешь, что да, это было действительно интуитивно. Сколько розмарина я поиспользовал на экзаменах. И да, то есть тут важно еще понять то, что это не только что-то не новое, а то, что было использовано давно, но это еще и то, что есть вокруг нас. Потому что даже у вас дома может быть цветочек герани, в котором есть эфирное масло, и мы постоянно в этом крутимся. И если уходить глубоко в биологию, то даже ритмы циркадные, день-ночь регулируются, наша гормональная система с помощью аромата. Потому что вечером вы четко можете знать, да, вот вечер на даче, когда вы выходите, там пить чаек, и на улице такой аромат, что ты чувствуешь вот уже с закрытыми глазами, что уже вечер. Потому что разные растения в разное время выпускают разные ароматы или не выпускают их совсем. Ну, то есть, например, тот же жасмин и ланхелан, они выпускают аромат именно вечером. И поэтому эти масла нас успокаивают, и поэтому эти масла можно использовать на ночь в качестве помощника для сна. То есть, потому что вот настолько глубоко это переплетено даже в природе, регулировать нас. Но мы на самом деле выросли. Человек сформировался в таком вот окружении. И вот важный вопрос, чтобы понимать, зачем вообще нужны масла растению. То есть, понятно, что мы их добываем, но может это что-то бесполезное, что есть у масла, а мы просто его забираем и говорим, что это полезно. Во-первых, это конечный продукт синтеза. Звучит заумно, но что это значит? Это значит то, что это не какой-то промежуточный продукт, который образуется в этапе синтеза чего-то. То есть, типа кумурины, хромоны. Это здесь растение именно специально направленно синтезирует эфирное масло и откладывает его в специальные эфирные залазки, которые есть на растениях, на листиках, на цветочках, в коре, где угодно. То есть, это происходит специально. Теперь разберемся, зачем. Так, вижу вопросы. Есть звук. Отлично. Супер. Выступает гормонами роста. Да, то есть, эфирные масла выполняют роль гормональной системы. Они на самом деле почти заменяют это или же усиливают другие как бы виды химических соединений в качестве гормонов. То есть, и важно еще отметить, что это транспортеры, то, что даже кислород может переноситься с помощью эфирных масел в растениях. То есть, и, Саша, что самое интересное, оно, вот все вот эти функции выполняет в человеке. И они созданы для общения с окружающей средой в растении. То есть, это с другими растениями. По-научному это называется аллелопатия. То есть, это борьба за ресурсы. Потому что, вы можете знать, там, у кого есть огороды, может, что некоторые эфироносные растения, возле них не растут другие растения. Все за счет того, что они выпускают эфирные масла. То есть, это на самом деле есть целая наука, в агрокультуре, которая изучает, какие растения они растут с какими. И это говорит в основном об эфироносных растениях. Потому что тех растений, у которых нет эфирных масел. И тут стоит сказать, что растений эфироносов около 10% от всех растений, которые, в принципе, есть. Вот. Поэтому, собственно, общение с другими растениями, с насекомыми, это понятно. Опаление, защита и так далее. Животными аналогично отпугивания вегетарианских животных от самих растений. Ну и, конечно, это защита от бактерий, грибков и вирусов. И вот, опять же, повторяю, что самое прелестное, что все эти функции, оно выполняет и вот в окружении, вот в таком. То есть, защита бактерий, грибков и вирусов работает точно так же. И вот, что я говорил, да, что интересный факт. В среднем требуется 1 килограмм 36 грамм лаванды, чтобы получить 15 миллилитров эфирного масла. Это маленькая баночка. То есть, и это имеется в виду уже высушенной лаванды. То есть, ну, она называется полувысушенная лаванда, но, тем не менее, то есть, часть воды уже испаряется, а масло концентрируется таким образом. Поэтому, что говорить о концентрации. И пару слов, чтобы вы понимали, откуда они вообще берутся. Понятно, что из растений, но на самом деле у растений есть много разных частей. То есть, вы здесь видите, да, табличка на английском. Я думаю, название вы поймете. В крайнем случае будет запись, можно делать скрины, что угодно, если это вдруг интересно или всегда меня попросить. Но, тем не менее, вот видите, листья, трава, семена. Вот в этом всем в различных частях есть эфирные масла. И что самое интересное, что эфирные масла качественно, количественно и, в принципе, по действию на человека они будут отличаться в одном растении, но в разных частях. Например, мы возьмем тот же самый сельдерей, возьмем тот же самый кориандр, то эфирное масло из семечки кориандра и эфирное масло из зелени кориандра, которое мы называем кинзой, это абсолютно два разных масла и по аромату, и по действию. И вот, собственно, так это везде прослеживается. В том же самом сельдерее масло, которое используется из семян и масло, которое используется из самих корневища, клубня, который мы там в супермаркетах покупаем, запекаем. Вот масло из клубня, оно есть, но оно не используется, потому что оно обладает отвратительным запахом, если его дистиллировать. Ну, то есть, вот такие вот как бы нюансы. Поэтому, да, это что касательно частей. И расскажу хоть, чтобы получалось понимание, как их получают, потому что, на самом деле, приятно понимать то, что ты используешь. Я считаю, что это обязательно. Когда я использую жирное масло, там, подсолнечное, я знаю, каким образом его получают. То же самое хотелось бы знать и здесь. Существует несколько разных методов, я расскажу о каждом более подробно. Дистилляция это по факту перегонка, да, в более таком понятном названии. То есть, есть котел, в котором лежит растительное сырье, оно нагревается, поступает вместе с паром, охлаждается в конденсаторе и потом в сепараторе разделяется, потому что мы уже говорили, что эфирные масла, они жирорастворимые, то есть, они будут расслаиваться вместе с водой. И вот видите, у нас тут вправо, справа, пятый, шестой пункт, у нас получается эфирное масло и вода. Вот эта вода, это будет гидролат, это будет вода, которая называется по-английски floral water, то есть это, в этой воде растворены небольшое количество эфирного масла и ее используют в косметике очень часто. То есть, гидролаты вы наверняка слышали. И вот, собственно, ферма Young Living, одна из ферм, и я тут просто покажу более наочно. Вот смотрите, наверху стоят такие большие, гигантские, вы наверняка видели на фотографиях, сами котлы, в которых загружается сырье. И потом поступает сверху, вот вместе с паром, видите слева, я не знаю, видите ли вы мой курсор, опускается вода. Вот это большие такие тубусы, которые стоят под диагонали, под 45 градусов, это, собственно, и есть конденсаторы, в которых охлаждается пар, к ним подведена вода. И вот в самом низу уже стоят вот эти самые сепараторы. Видите, вот справа он более подробно, вот где разделяется вода и эфирное масло. Собственно, вот таким вот образом получается эфирное масло. Вот еще одна более наглядная картинка, это ферма Young Living в Канаде, где добывают хвойные масла, это такой гигантский, там больше 200 гектаров регион нетронутой земли, где растут и культивируются хвойные растения. И, в общем, вот смотрите, щепки, да, дерева, опять же, только срубленные, точнее, деревья, которые уже упали, используются для изготовления, то есть это не так, как на наши новогодние елки пилят самые молодые деревца. То есть вот это щепки этого дерева. Видите, сколько их всего? То есть загружено все-все-все. А вот, собственно, по центру вот эти вот большие баки, да, это, собственно, и есть вот эти вот печки, куда загружается сырье, и потом оно уходит туда вниз, где мы с вами смотрели. И что самое интересное, справа стоит мужчина с кувшином. Вот это вот все эфирное масло, которое получается из этого количества щепок. То есть здесь щепок может быть полтонны-тонна. Вот это вот все эфирное масло. И, собственно, вы теперь можете понять его ценности. Почему раньше это считалось лекарством, которое использовали короли и такие аристократические семьи. То есть потому что это не мог позволить просто вот так вот каждому. Это было очень ценно. А вот еще один пример. Это уже иланг-иланг. Это ферма Young Living в Эквадоре. И вы видите, вот смотрите, ну я вам подскажу, тут на весах 408 грамм. То есть, грубо говоря, полкилограмма лепестков иланг-иланга. Вот это вот количество собирается, иланг-иланг собирается только вручную. Его нельзя там как-то скосить каким-то специальным комбайном. Оно собирается только вручную и только в темную пару времени. И вот это количество собиралось за 3-2, 2,5-3 часа. То есть в среднем оно собирается. И вот этого вот количества достаточно аж для 15 миллилитров эфирного масла. И вы можете видеть, что в нашем случае вот эта печка, куда загружается сырье, она намного меньше. Потому что такая особенность сырья, вот все лепестки, они дистиллируются в маленьких количествах, иначе они превращаются просто в такую густую массу, через которую даже пар проходить не будет. Поэтому нужно использовать такие вот маленькие количества. И теперь можно понять, почему масло иланг-иланга такое дорогое. Потому что собирается вручную и сколько его нужно для того, чтобы произвести, тем более такими маленькими партиями. Вот такой интересный экскурс. Да, еще стоит сказать, что большинство, скорее всего, производителей, они будут производить методом... Ладно, давайте дойдем, я сейчас вам, простите. Холодный отжим. Холодным отжимом получается только один вид масел. Это все цитрусовые. Потому что... Передо мной есть апельсинчики, я хотел вам показать. Эфирное масло в апельсинах, в любых цитрусовых, именно в полодах, содержится в таком количестве, как ни в одном другом растении. Его больше 30%. Вот когда вы щелкаете кукурузу, к кожуру, из него вылетает чисто эфирное масло. Оно даже если поднести зажигалку, будет гореть. Так вот, поэтому только из цитрусовых мы можем получать эфирное масло путем отжима. То есть, когда у всех ценится то, что внутри, для сока, то для эфирного масла наоборот нужно то, что снаружи. И после этого оно обжимается, отжимается точнее, и получается настоящее эфирное масло, которое просто очищается потом от всего остального, от тех остальных 70%. Подсочка, понятное дело, что используется для растений, которые несут смолы или камеди. То есть, это мира, это капайба, это ладан, всем нам известный. То есть, делаются надрезы, притом, опять же, надрезы делаются с определенной последовательностью. У каждого дерева можно обрезать не больше, чем, например, если ладан, это один раз за три месяца. Вот таким вот образом, опять же, много идет фальсификация на эту тему, потому что ладан это вообще отдельная тема. Эфирное масло ладана, мало того, что ладан растет только в одной части мира, это Оман, Йемен, вот это вот часть, скажем, Африки, и там очень активно это дело с фальсификацией, то есть, поэтому, велика вероятность, видите, какая на картинке белый кусочек смолы, вот это смола первого класса, она называется Алибаном. Та смола, которую мы зачастую могли увидеть у нас, туда, в церквахе, она уже такого черного-черного цвета, то есть, сами понимаете, сколько там масла, почти нет. Вот, и Абсолют, вот это то, что я хотел сказать, Абсолют, метод добывания Абсолютом используют с помощью растворителей, органических растворителей, то есть, это химикат, который заливается в такой же, как мы видели, чан, в котором есть растительное сырье, и просто растворяется все, что в нем есть, то есть, это, ну, это растворитель, органический, он растворяет абсолютно все, что там есть, а потом уже химическими методами достается именно фракция эфирного масла, то есть, зачастую это делается с помощью кокосового масла, то есть, добавляется кокосовое масло, оно забирает на себя жирорастворимую фазу, и получается эфирное масло. Вот, вот этот метод используется в основном, ну, не в основном, а только для сырья, которое очень нежное, это в основном цветки, то есть, это цветки жасмина, цветки ланхиланга, и, скажем так, до какого-то времени в Янгливинге таким способом получалось только жасминовое масло, потому что его, скажем так, паровой дистилляции почти невозможно добывать, его надо загрузить уж совсем мало в дистиллятор паровой, чтобы получить, и это становится нерациональным для коммерционных целей, потому что иначе каждая баночка будет стоить просто там космическую цену, вот, но, так как Янгливинг давно уже, скажем, экспериментируется всем этим, они добились того, чтобы получать эфирное масло жасмина с помощью специальной конструкции, паровой дистилляции, кстати, они единственные до сих пор в мире, кто это могут делать, то есть, это на самом деле большой прорыв, потому что, ясное дело, что количество растворителей остается в масле, которое получено абсолютным, и вообще масло абсолютное, оно такое густое, то есть, оно за счет того, что там много других фракций, никто не занимается его качественной очисткой и так далее, и вот, что я хотел сказать касательно Илан Хиланга, что большинство производителей тоже будут получать Илан Хиланг с помощью абсолюта, то есть, это не будет, скорее всего, дистилляция, даже в больших масштабах. Существуют и другие методы, вот, как мы видели в фильме «Парфюмера», «Анфлераж», когда на твердый жир кладутся цветочки, но это уже достаточно древние методы, мацерация и так далее, поэтому они сейчас не используются в коммерционных целях и в принципе. Да, и важно сказать о качестве, потому что мы сказали разные методы, разные растения, но везде ли это соблюдается или нет, вот это вопрос, и особенно вопрос стоит, опять же, по ценовой политике. Вот я, опять же, моя дипломная работа связана с тем, что я анализирую разные производители эфирных масел, и вот здесь тоже кроется вопрос, если мы видели количество ланхиланка, которое нужно, и сколько из него получается, если мы видели количество той вот хвои, которая нужна, то была голубая ель, то возникает вопрос, а как может баночка стоить 50 гривен. Окей, на самом деле на это есть международная классификация, которая четко рассказывает, то есть, класс А, всего их 4, это истинное натуральное органическое дистиллированное эфирное масло. Это считается терапевтическим качеством, однако, опять же, подразделений на класс А бывает очень много, то есть, в принципе, эти масла считаются безопасным к распылению, и они могут использоваться для терапии, но для применения внутрь есть как бы отдельные, скажем так, стандарты, которые уже ведет сами компания, то есть, потому что, скажем, нормировать это на уровне государства на уровне, как помнить, волос, невозможно, на этого есть отдельные причины, и это отдельная тема. Но для того, чтобы нормировать как-то вот масло, которое вы можете принять, вот как я сегодня утром, кто в инстаграме видел, в капсуле, то для этого нужны еще отдельные вещи, потому что, например, вот то же самое, я здесь написал органическое, органика по требованиям Европейского Союза и Америки, это 3 года, это 3 года, на поле не должны использоваться пестициды. В Янг-Ливене к понятию органика это 50 лет, на поле не должны использоваться пестициды, потому что эфирные масла жирорастворимые, и в них очень легко переходят пестициды. И масса исследований, где в эфирных маслах можно спокойно потом обнаружить не то, что следовые значения, а просто приличные значения пестицидов, и мы явно не хотим ими дышать. Поэтому это определенная еще дальше тема. Потом класс Б, это пищевые масла, которые используются в пищевой промышленности. То есть, возможно, немного не так не скорректировал, согласен. То есть, это масла для пищевой промышленности, которые могут быть применены в пищу в маленьких количествах в качестве ароматизатора. То есть, зачастую они разбавлены синтетикой, и я, исследовая масла, я в этом убедился, потому что три года до этого я этому просто там верил. Но все равно как бы моя, скажем так, научная природа доверяй, но проверяй. И вот у меня получилось, то есть, это действительно так. Вот я анализировал масло перечной мяты разных производителей, и они действительно не настоящие, к сожалению. Да, и поэтому вот это я покупал в обычных магазинах, и, собственно, от этого и зависит цена. И тут важно сказать, что то, что синтезируется в растении, вот эти вот там тысячи, точнее, такие тысячи, сотни ингредиентов, которые мы говорили, они не могут быть синтезированы просто в лаборатории. Это просто невозможно. То есть, то, что умеют растения, с помощью просто света и земли, не способны даже сейчас современные технологии. недавно читал новость из парфюмерной отрасли, кстати, очень интересные там новости бывают. Они, ну, скажем так, новость о том, что парфюмерия добилась того, чтобы синтезировать почти идентичный запах сандала. Это был прорыв для парфюмерии, потому что, ну, как происходит это? То есть, смешиваются похожие по аромату вещества для того, чтобы, ну, и как бы анализируются. вот у нас есть масло сандала, у нас есть наше синтетическое масло сандала. Похоже по запаху или нет? То есть, понятно, что в парфюмерии сейчас не используются эфирные масла. Это дорого и с ними много мороки, потому что много лишних ароматов, ты не можешь их стандартизировать правильно. То есть, тебе хочется, чтобы Шанель номер 5 на протяжении, там, не знаю, сколько, 50 лет пахло одинаково. Но с эфирными маслами так не получится, потому что от места произрастания, от времени сбора урожая, от массы разных факторов будет зависеть аромат. Поэтому от этого парфюмерия давно ушла. И вот масло сандала, это был прорыв, это масло, в котором, ну, скажем, это аромат, в котором смешали наибольшее количество ингредиентов. Вот это, как бы для лаборатории, это был прям прорыв большой, это инновация. Угадайте, сколько там было ингредиентов. Я так скажу на секунду, что в сандале около 350, ну, в растительном сандале. настоящих ингредиентов. Там было 26. То есть, вот это был прорыв. 26 разных ингредиентов смешать вместе, чтобы получить почти генетичное масло. Поэтому, да, оно может быть пахнуть одинаково, но вы же понимаете, что когда мы используем для терапии, даже эти следовые значения, которые там остаются, они работают. И работают очень сильно. И класс С, это парфюмерное качество, да, это по факту отдушки, которые созданы только из синтетики, то есть там нет в принципе ничего растительного, если класс Б это натуральная, которая делается потом какие-то манипуляции. вот, например, я просто скажу, то, что я только вчера делал. Масло перечной мяты. Вот, что в нашем случае? Вот я анализировал, я не знаю, правильно ли говорить компанию или неправильно. в общем оптичные масла 2 разных компаний, которые были. Одно даже прям такое было показательное, потому что это была скидка с красным ценником 43 гривны за 15 миллилитров. Вот я его сразу же взял, другое чуть подороже 60 гривен без скидки, наверное, в общем, ну и другие масла я уже более высшего ценового диапазона. Так вот, что вот касательно этих оптичных масел? Вот мята, что там было? То есть они относились к классу Б, потому что там скорее всего использовалось натуральное сырье. Ну что происходит? То есть по нормам фармакопеидным допустимая норма ментола до 50%, 50-55%. Вот в данном масле эта норма соблюдается, но при этом остальные значения, а как идут нормы? Они там по основным 10 значениям из 200, например, вот не соблюдались. О чем это говорит? То есть вот, например, там есть такое вещество лимонен, его там было много, а рядом с ним идет эвкалиптол, которого там нет, а он должен быть по всем хроматограммам, по всем требованиям, грубо говоря, я так простым языком пытаюсь объяснить. О чем это говорит? О том, что однозначно производились какие-то манипуляции. Вопрос, какие? В общем, я начал копать. Что я узнал? О том, что абсолютно популярной практикой является выращивание мяты в Китае и в Японии. Притом, эта мята не перечная, не мента перета, а мята поливая, ментаарвенсис, в которой именно в Китае и в Японии, вот только там, растет и вырабатывается до 80% ментола. То есть, в наших растениях, ну, для примера, в Европе норма где-то 40, в Америке 50, в Индии около 30. То есть, вот эта норма, собственно, и есть фарамкопейная, 30-50 ментола. В Японии и в Китае выращивается не перечная мята, 80-90% ментола. Это почти чистый ментол. Что потом с ним делают? Его дементализируют, то есть, забирают оттуда ментол, так, чтобы он подходил по нормам. То есть, с помощью химических ингредиентов забирается часть ментола, этот ментол продается отдельно, то есть, с него уже забирается прибыль. А потом, вот это остатки вот этого вот масла, который уже там с химикатами совсем, продается нам. Аромат у него абсолютно, ну, если сравнивать с чем-то, когда открываешь отдельно, вроде бы нормально. Когда есть с чем сравнить, ты сразу понимаешь, в общем, нос не обманешь. Вот вообще никак. То есть, и, собственно, касательно того вот ингредиента эвкалиптола, которого там не было. Его там не было, потому что в мятия полевой нету его в принципе. То есть, все абсолютно прозрачно и все доказывается. Вот такие вот примеры простые. И что-то самое интересное. Я хотел проанализовать ценовую политику. Я зашел на разные агенции мировой торговли, где идет статистика по рынку эфирных масел, где идет статистика по закупочным ценам эфирных масел и сырья. В общем, боже, туда просто зайти, там можно сразу все понять. То есть, например, я открываю мяту, там продается отдельно. Мята дементализованная, мята с добавлением ментола, то есть, когда ментола забирают много и потом добавляют то, что забрали, то есть, отдельно. Есть отдельно ментол разных фракций, чистоты, то есть, отдельно ментол, который забрали, он просто так и продается. Есть отдельно там несколько видов мяты без ментов урана, это точно так же, такой же ингредиент, которого там 50%, они его забирают, потому что он ценен отдельно в парфюмерии, где-то там. То есть, вот такими вот пачками продается сырье уже с надписью, тут химическое, уже с надписью, оно обработано, там уже забрали то, что было в природе. То есть, ну как? Ну, то есть, это все на самом деле под носом. И да, отдельно класс гидролаты, нельзя сказать, что это низший класс, просто мы видели, что это как бы помидорного масла почти нет, просто это вода. Хотя на самом деле водная фаза, она используется в косметике, она есть и у нас, то есть, венгливинг после перегонки растений, эфирное масло отдельно, гидролаты отдельно, вот пожалуйста, кстати, очень классная тема для лица и так далее. Ну, вот это та же самая пирамида, о которой мы говорили. И, что самое интересное, вот класс А на рынке, это даже не 10%, по вот статистикам, того же, которые я вчера смотрел, это 2%, 2% всех масел терапевтического качества. Вот, и это, конечно, интересно. Итак, на что же способны эфирные масла? Теперь вот о самом интересном. Подойдем к делу, ведь я в этом обещал. И я просто с медицинской точки зрения могу это объяснять очень долго, но одним словом они способны на многое. Буквально несколько таких тезисов на что? Во-первых, у нас есть в носе обонятельный нерв. Это единственный нерв, который является открытым и который может напрямую транспортировать все, что он получает в мозг. И я имею в виду не только сигнал, а и сами молекулы. То есть, вот первый факт, что когда я нюхаю эфирное масло, оно попадает в мозг напрямую. И уже там на химическом уровне и так далее, даже, включая эмоциональное, уже начинаются аспекты, оно может влиять на разные эмоции и так далее. То есть, это мгновенное действие. То есть, если взять, например, мяту перечную, то действие ее при стенокардии можно сравнить с действием нитрофлицерина. Две-три минуты. Да, и поэтому они меняют восприятие, отношения, человеческие эмоции. параллельно мы их вдыхаем, они попадают в наши легкие, из легких, понятное дело, в кровоток. Это уже системное действие. Отсюда начинается масса разных биохимических действий, то есть, влияет на рецепторы, влияет на ферменты. Это отдельная тема, я могу об этом рассказать очень долго, если это, опять же, вас цепляет, то говорите, если нет, то я на отдельном вебинаре об этом расскажу. И, таким образом, они именно балансируются, система организма. На самом деле, действие эфирных масел, как любого природного компонента, вы ведь знаете, опять же, тот же самый чай мятный после меня стоит. То есть, растительные вещества, они направлены не на коррекцию, там, я не знаю, как пишут в инструкции, гастрита, например, это масло, масло, чай мятный, а на балансировку всех систем. То есть, все растительное работает очень комплексно. И есть такое понятие, как гомеостаз. Оно заключается в том, что это поддержание баланса в организме. То есть, и не я, грубо говоря. И вот, собственно, и на это направлены масла. Поэтому в 70% случаев, когда вот человек обращается, и мы находим ему какую-то терапию, или как-то находим ему, как использовать масло, даже быстрее, чем я говорю, оно помогает там, где даже, о чем человек не говорил. То есть, например, мы лечили грибок, вот, например, свойство Мирта о том, что он снимает приливы у женщин. Мы женщине лечили грибок, в итоге она через три дня сказала, грибок пока не проходит, но приливы прошли. То есть, и вот таким вот образом вот все это происходит. То есть, нельзя сказать, что масло, мяты, только для пищеварения. На самом деле, это так не работает. И простым примером будет даже масло, например, цитрусовых, вот, например, апельсина. Постоянно у меня спрашивают, почему у меня на сайте написано, что масло апельсина успокаивает и возбуждает. А вот так просто. Когда вы утром возьмете это масло и накапаете его в стаканчик с водой, оно действительно будет бодрить. Я всегда каждое утро использую цитрусовых диффузоров, смесь цитрусовых и так далее. Потому что это наша нужда организма сейчас быть бодрым. И цитрусовые просто адаптируют нас под нужды, вот что светит солнце и так далее. Когда вы вечером используете, опять происходит процесс адаптации. То есть, возможно, сбиваются те программы, что вы там смотрели телевизор, какой-то там экшен, уровень кортизола, адреналина поднят. То есть, после этого масла адаптируют вас соответственно к вашим требованиям. Вот так примерно и происходит это. Да, природу просто не опишешь по пунктам, то есть, это невозможно. И как можно использовать эфирные масла? Стоит сказать о нескольких методах. То есть, во-первых, это ароматическое применение, это распыление. Оно отлично для того, чтобы просто создать атмосферу банально в семье. И самое основное, что помимо с этим происходит реально стимуляция иммунитета и идет очищение пространства. Мы потом позже поговорим о каких-то таких методах использования. Я расскажу об этом подробно. Но даже просто поставить диффузор рядом с собой, когда ты работаешь, это уже дает свой результат. Поставить тот же самый розмарин, который повышает концентрацию, или перечную мяту во время работы. Это сильные действия или запустить смесь благодарности или радости, когда к тебе приходят друзья. Это точно так же очень классно влияет и на энергии, в том числе, на эмоции. Масса применения просто с помощью распыления. Отдельно стоит отметить сферу аромодизайна. Это когда, например, в магазинах или в каких-то, например, в том же офисе подбирается определенные масла, определенный аромат для того, чтобы правильно воздействовать на работников, на покупателей. покупатель больше купил, а работник больше сделал и меньше устал. То есть, это тоже актуально. И ко мне часто обращаются с такой просьбой просто как бы помочь подобрать правильные масла для конкретной работы. Местное применение. Ну, понятно, что это в первую очередь массажи будут, и оно будет ухаживать за кожей. Это может быть классным обезболиванием. И оно очень замечательно снимает спазмы. Вот, собственно, у меня бывают нюансы, что болит голова, и вот именно местное применение мне здорово помогает. Потому что, в принципе, в 80% случаях головная боль возникает именно за счет спазма мышц шеи и плеч. И ты наносишь масло перечной мяты или масло бессмертника или смесь у нас есть по новой. И вот это дело просто 30 минут полежать и все это дело проходит. Ну и, конечно, системное воздействие со звездочкой. За счет того, что масла, мы говорим о жире-расплинке, а наши мембраны, наши клеточки, они тоже состоят из липидов, то есть из жиров. Поэтому масло очень быстро проникает, и если вы это даже нанесете на пятки, эфирное масло, то через 2 минуты они окажутся в мозгу или в мозге, как правильно. Вот. И это как бы дело тоже никто не отменял. То есть есть даже целый метод использования эфирных масел в массаже в чисто неразбавленном виде, где они наносятся послойно в большом количестве, и это очень сильно повышает иммунитет, и буквально, если человек с простудой приходит, это ставит его буквально на ноги. То есть просто благодаря системному воздействию. Ну и внутреннее применение. Оно дополняет предыдущие методы, то есть применяем масла внутрь, когда нам нужно пищеварение, когда нужно поднять иммунитет, и, конечно, для детокса. Это очень такое сильное направление в эфирных масел, они очень активно активизируют метаболизм внутри нас, и это очень здорово, действительно помогает. Можешь породиться. Вопрос? Микрофон включен, сейчас выключу. Единственное, что хочется сказать, это то, что не стоит воспринимать внутреннее применение как самое классное применение, потому что часто люди привыкают к тому, что кушаем таблетки, то есть с утра проснулись, выпили витаминки, и вот как будто этого хватает. Но на самом деле этим заменить нельзя все, и поверьте, если вы, например, нанесете эфирное масло на себя, включите диффузор и пойдете делать зарядку, то результата будет гораздо больше, чем вы просто выпьете это эфирное масло. То есть не стоит воспринимать питье эфирного масла как замену вообще использованию. Это как бы разные вещи, и они работают по-разному. И самое важное, то, что когда вы пьете эфирное масло, оно не так сильно воздействует на наши эмоции, на наше поведение, а в этом на самом деле очень здорово помогают масла. Да, но тем не менее, когда доходит дело до терапии, то без внутреннего применения никуда. И в чем все-таки их прелесть, вот так вот подытожить. Во-первых, что это ресурсная система, то, что эта система нас наполняет, она дает нам сил и дает нам ну вот этот же ресурс, да, то есть она не качает из нас что-то, она нам дает. Второй плюс, то, что они действительно действуют быстро, как я говорил, нанесли на пятки. Кстати, я никогда не доверял тому, что вот как можно нанести на пятки. Да, я знаю рефлекторные точки по восточной медицине, но когда я первый раз нанес просто эфирное масло лаванды на пятки, при этом я всей семье нанес и на следующее утро сказали, что это вообще было, то вот тогда я действительно прочувствовал, насколько это работает. И масла даже для повышения иммунитета, особенно деткам, они всегда используются на пятках. То есть пятки это первый метод, когда с чего начать, потому что ты не знаешь, как на коже отреагируют масла, как там человек на них с пятками, всегда все будет окей. Эффективные, простые в использовании и универсальные. Вот универсальность самая прелестная, как по-моему, лично для меня, то есть одно и то же масло можно использовать как и для иммунитета, так и для очищения пространства, так и, блин, для того, чтобы маслом лимона отделить наклейку на посуде. Это тоже работает, потому что лимон растворяет клея. Они доступны, да, пересчете, грубо говоря, на пять баночек иногда кажется, что это как бы дорого, но когда ты, как бы с определенной целью, то есть, вот, например, для терапии, и ты начинаешь подбивать как бы стоимость, то это понятно, что масла будут намного эффективнее. Тебе нужна одна капля масла из баночки, в которых этих капель 250. То есть, и это не сравнится с любыми лекарствами, тем более сейчас. И немало приятно в том, что это все-таки безопасно, то есть, как любая растительная. Да, понятно, она безопасна со звездочкой, можно все, что угодно передозировать и так далее, но тем не менее, баночку с маслом лаванды можно спокойно дать ребенку и ничего с ним не будет, даже если он ее нечаянно выпьет. Use case использования эфирных масел. Теперь вот самое интересное, чтобы вы понимали, как их, в принципе, можно использовать. Я такие привел, ну, скажем так, то, что мне первое пришло в голову, такие ситуации. Читаю сейчас чат. Вчера у дочки надуло уши, 6 лет на ночь, за ушками нанесла пановые, боль ушла, и наутро все хорошо, сама в шоке. С ушами, да, я уже к этому, скажем так, привык, потому что с ушами действительно масла очень здорово помогают. Вот за одну ночь. Это уже испробовано на многих, то есть и не только эта смесь. Итак, первый use case. Напряженный день и хочется выспаться. Часто не высыпаешься, просыпаешься ночью, сколько у меня слов, высыпаешься. Плохие сны. Ну, на самом деле, то, что у меня было, то и сказал. Вариант первый. За 30 минут до сна включить диффузор с лавандой, апельсином, ладаном, смесью стрессовой. На самом деле, этот список может быть расширен, но включить просто диффузор за 30 минут до сна в комнате, создать вот эту атмосферу и понаходиться в ней уже будет таким классным бустом в сторону здорового сна. Второй вариант. Нанести на пятки те же самые масла. Об этом я уже говорил, и работает оно вот просто железобетонно. Особенно можно это попробовать на детях. Вот нанести ту же самую лаванду. Но опять же, если они спят в другой комнате, может, вы не поймете, как им хорошо спиться, может, им без этого хорошо. Но тем не менее, вот даже на себе попробовать этот вариант тоже очень классный. Или все вместе. Ну, понятно. Зачастую я так и делаю. Второй юзкейс. Болят мышцы, ощутим спазм после тренировки и рабочего дня или после неправильной осанки. Такое часто бывает, особенно, когда работаешь сидя, то есть, ты даже чувствуешь напряжение в этих плечах. и иногда сам себя ловишь на том, что непроизвольно поднимаешь плечо, когда там что-то делаешь. И на самом деле, в первую очередь, это связано с эмоциями. То есть, вот кажется, глупость, но рефлекторное поднятие плечей все равно связано с нашей, можно сказать, психосоматикой. И даже с помощью использования масел можно ее корректировать и уже, собственно, таким образом влиять на то же самое поднятое плечо. Хотя кажется, это каким-то прям вау. Вариант первый. Думаю, вы его прочитали. То есть, просто нанести с базовым маслом, то есть, разбавить жирным маслом или сделать массаж. Работает классно. Это можно после тренировок делать. То есть, это эффективный вариант. Или нанести каплю перечной мяты перед тренировкой на мышцы. Во-первых, это произойти спазм. А во-вторых, я просто нанкнулся на исследования до этого. Исследование проводилось на людях, которые спортсмены. И в плане их продуктивности на тренировках. Так вот, людям отдельно наносились масла просто на кожу. Отдельно они их пили в стакане воды. Просто капля эфирного масла мяты на стакан воды. Другие просто находились в атмосфере этих масел. А, и отдельно наносились на мышцы. То есть, во всех случаях, в каком-то мере больше, в какой-то меньше, на 20% увеличивалась их продуктивность. Почему? Потому что эфирные масла, как мы говорили, являются транспортерами. Они доставляют, в том числе, кислород. Они повышают оксигенацию клеток, мышц. И таким образом, молочная кислота образуется меньше, кислорода получается больше. И таким образом, собственно, имеется вот такой вот результат. То есть, достаточно перед тренировкой просто в баночку, куда вы наливаете воду, добавить масло мяты, перечной. Это уже даст свой результат. Итак, use case 3. Перегружены на работу, на работе. Нужно решить что-то быстро, ежедневные стрессы. А дома мы думаем о работе. Тоже очень распространенный такой запрос. Особенно, когда дома ты думаешь о работе. Вариант один. Это использовать такие масла, как ладан, смесь stress away или лаванду просто как духи. То есть, носить их в течение дня. Есть у нас специальные роликовые аппликаторы, они даже идут в наборе это дает замечательную возможность использовать это в качестве духов ежедневно. То есть, просто наносишь на части, которые ближе всего к сосудам. То есть, это запястье, шея, можно наносить в сгибах локтя и так далее. Провести менее медитацию с этими маслами. Пару минут. Это тоже работает очень здорово. Иногда, когда только используешь эфирные масла, ты забываешь о том, что, это о том, о чем я говорил, что понюхать масла иногда может работать эффективнее, чем их выпить. Мы привыкли закинуться идти, но иногда просто медитация, ну, как медитация, просто ты закрываешь глаза, ты нюхаешь это масло, возможно, представляешь что-то. Но я скажу так, что с маслами часто какие-то картинки сами будут приходить. И уже комбинация вот этой медитации маленькой, минутной, с эфирным маслом, воздействием его на нас, уже дает классный результат. Или просто распылять масло на рабочем месте, чем я, собственно, и занимаюсь. Да, касательно перечной мяты, которая повышает концентрацию, я уже говорил. Кстати говоря, во время, опять же, исследований для дипломной работы я наткнулся на работы, монографии наших отечественных ученых из ботанического сада Хришка в Киеве, которые проводили это еще в Советском Союзе в 80-е, 90-е, начало 90-х годов. И они проводили исследования с помощью перечной мяты в заводе Арсенал и в аэропорту Жулины в, как же это называется, в Диспетчерской. И эфирное масло мяты уменьшало количество ошибок и повышало концентрацию. При этом эфирное масло лаванды повышало, повышало, уменьшало количество ошибок, но уменьшало концентрацию. То есть, потому что все-таки лаванда это успокаивающее масло, и оно очень хорошо подходило офисным работникам, которые просто делают монотонную работу, но им нужно делать это точно. Но не подходило, например, диспетчеру, которому нужно быстро среагировать и по щелчку пальца дать какой-то результат. В общем, эта тема очень интересная. Это просто так, небольшие вставки от меня. Следующий из кейс у нас. Дети ходят в школу, в садик, взрослые на работе, приходят в гости домой, а вас всего лишь волнует здоровье семьи. Что сделать в таком случае? Во время карантина это может быть еще более актуально. Вариант первый. Опять же, диффузор нас выручает распылять смеси ZIVS, RC, то есть это смеси противобактериальные, об этом можно поговорить отдельно. То есть это смеси, которые помогают очищать, которые действительно чуть ли не санируют помещение. Есть даже исследование опять же, с той же смесью ZIVS, которую проводил сам Young Living, где в разных точках отеля ставятся чашки Петри, потом на них культивируются бактерии и отдельно ставятся диффузоры с этим же маслом. И до 99% выбиваются микробы. То есть это значит о том, что просто эти микробы не входят в воздухе. А параллельно с этим еще повышается настроение за счет цитруса в нем и повышается иммунитет. Поэтому это сильная тема. На ночь нанести смесь то же самое ZIVS на стопы в чистом виде. Эта смесь, почему, возможно, вы с ней не знакомы, она идет просто в стартовом наборе. Это такая самая первая смесь для иммунитета, для простудных заболеваний, для санирования помещения. То есть там в составе находятся гвоздика корица, цитрусовая, лимон и розмарин с эвкалиптом. То есть такие масла, которые сильнее всего работают в этом направлении. И вариант 3. Каждое утро добавлять по капле лимона и апельсина в стакан с водой или пить масла в капсуле. То есть это то, что на самом деле лучше делать все одновременно. То есть и утром в качестве просто бада, в качестве витаминки просто выпить масло лимона или апельсина и параллельно пользоваться еще и прелестями диффузора и так далее. Если нет диффузора Young Living, можно ли использовать недоровой? Какая в них разница? По своему опыту и по опыту людей скажу, что конечно же можно. Вы можете даже банально взять салфеточку или ватный диск и пораскидывать это по дому. Вы можете даже капнуть капельку на постельное белье, а лучше сделать спрей и распылять это на постельное белье, чтобы точек не было потом. Но в чем разница? Принципиально отличается только в пластике. Потому что я говорил, что тот же масло лимона растворяет клей. И я думаю, даже среди нас есть люди, которые ко мне обращались с вопросом в том, что дешевые диффузоры с Алиэкспресса они начинают вонять после нескольких использований, начинают вонять пластиком. Потому что пластик начинает взаимодействовать сифирными маслами. Масла, пластик это все-таки синтетика, которая в природе вообще не встречается. Масла это природное, они агрессивно друг друга настроены и от этого появляется такой вот результат. С этими диффузорами они выполнены специальным покрытием, которое не будет никогда реагировать. У меня диффузоры уже больше трех лет служат просто вообще беспрерывно работают с разными маслами, то есть главное их чистить. Поэтому разница принципиальная в пластике, ну и опять же сломается, он не сломается в технике это уже такой вопрос более риторический. Еще несколько юзкейсов. Вот, например, хочется ухаживать за кожей, но не вредить себе синтетикой. Да, я это как бы так называю... Ладно, потом будет следующий слайд. Достаточно добавить просто масло ладана или лаванды в натуральный крем или просто сделать сыворотку на основе базового масла. Сыворотка на основе базового имеется в виду жирного масла, то есть какой-то косметической, косточки какой-то или так далее. То есть на самом деле масло ладана и лаванды... Ладана это первое масло, которое лучше добавлять в крема. Во-первых, это классный антисептик, во-вторых, оно работает и с морщинами, и с любыми там даже пигментными нюансами. То есть это масло, которое в косметике, косметологии используется первое. Единственная как бы ремарка, что натуральный крем, потому что, как мы говорили про синтетические ингредиенты, а почти во всех кремах, даже в дорогих, в них есть разные синтетические ингредиенты, особенно это продукты нефтяной промышленности, включая те же самые парафины и так далее. То есть это просто основа, с этим ничего не поделать, потому что натуральный крем, для того, чтобы его сделать, нужно взбить воду с маслом и эмульгатором. И этот крем только в случае использования большого количества эмульгаторов, консервантов, сможет жить долго. Поэтому это как бы не сильно выгодно в реалиях, когда хочется, чтобы крем жил 3 года. В среднем у них срок годности от полугода, ну, примерно полгода, это не так уже много. И то этот эффект консервации добывается за счет добавления эфирных масел, которые сами по себе консерваны. Поэтому за кожей можно здорово ухаживать, и есть уже готовые продукты, есть, можно делать самому, например, я делаю сам. Потом можно использовать эфирные масла как инструмент в духовном росте и в энергетических практиках. То есть об этом я немного уже говорил. В разных медитациях то же самое масло ладана теперь есть отдельные смеси для медитации. То есть это все на самом деле можно на себе попробовать, и это ощущается сразу. И в медитациях сразу идет по-другому. Плюс все-таки масел высокие вибрации, и это способствует этому. Возможность контролировать свои эмоции и направлять их. Тоже об этом говорили. Ну и терапевтические свойства. То, что все-таки получается решать проблемы, которые иногда даже не побоюсь этого сказать, как бы не получается решить традиционными методами. То есть как бы юзкейсы такие, мне кажется, основные. Ну и на самом деле да, здесь мы собрались, я хочу вам рассказать все-таки об эфирных маслах, потому что это первое, что выручает. Но вот как бы компания Young Living, которая производит масла, на самом деле их больше, имя больше двигает имя жизнь. Гидом изучает здоровье, а его жильцы радость. То есть это образ жизни, который знаете, в международном обществе называется Toxtry Home или Toxtry Living, то есть жизнь без токсинов. это когда скажем, не только бытовая химия не вредит здоровью, не только моющие средства для посуды не вредят, а и химия, которую мы наносим ежедневно, это не бытовая химия, как ее можно назвать, ежедневная химия, типа косметики, зубные пасты и так далее. То есть то, что мы используем, шампуни ежедневно, а мы все, даже тот же банальный лалорет сульфат натрия, который еще в 80-х запретился типа в Америке, но при этом он все равно используется, потому что самое дешевое и оно есть везде, даже в самых элитных средствах. Поэтому да, от питания до вдыхания это могут быть эфирные масла, пищевые добавки витамина на основе опять же эфирных масел. То есть это отдельная тема, но эфирные масла повышают биодоступность и витаминов, и пищевых добавок. И да, все, что касается здорового дома, это и бытовая химия, и косметика, и здоровая пища, найти. Пару слов о мер предосторожности для тех, у кого есть уже эфирные масла. То есть, во-первых, сразу нужно учесть, если беременные утромления участвуют в процессе. Фоточувствительность, потому что некоторые пища такие, как цитрусовые, когда вы нанесете на позу и выйдете на солнце, будет, ну, такое, может быть, покраснеть. Поэтому тоже на это нужно обратить внимание. Горячие масла и разбавление на каждой баночке написано. У нас всегда на сайте написано, то есть у меня всегда можно уточнить, но при этом есть горячие масла, например, гвоздику, которую нанести на лицо, будет не очень приятно. Ну, и опять же, прием масел внутрь, это тоже, скажем, тема очень эффективная, но нужно ее использовать, как бы так скажем, попробовать для начала. Хорошие базовые масла. Я оставлю этот слайд здесь, вы можете сделать скрин. Я не буду на этом зацикливаться, это не наша основная тема, но я решил дать это вам как хороший такой бонус. То есть, это жидкие масла, которые можно использовать базовые, для того, чтобы создать себе разные смеси или сыворотки и так далее. Тот, кто захотел, скрин сделал, если что, будет в записи. Потом масла плотная консистенция. Тоже, кстати, очень выручают. Я часто беру с собой масло кокоса, здесь даже нет в списке. Беру с собой, потому что его легко взять в руки, наложить себе на руку, добавить масло, смешать и нанести. Но опять же, оно очень густое, очень тяжелое, и для лица это не подойдет, скорее всего. Небольшая разница, что такое эфирные масла и жирные, для тех, у кого еще не возникло понимания, то, что все-таки жирные масла, это то, что мы получаем, подсолнечное масло, кукурузное, это то, что только выжимается из семян и плодов. И они нужны для того, чтобы давать прорастание семянам. То есть, вот мы берем семя, кидаем его в землю, мы же не даем ему ничего, у него даже может быть только вода, у него даже не может быть земли с минералами, но при этом оно будет прорастать. Почему? Потому что в нем есть жирное масло, которое питает его и энергией, и всеми компонентами, которые ему нужны для роста. То есть, вот, собственно, это тоже важная вещь, но это отдельная как бы употребление, отдельная тема для обсуждения, для употребления, только внутренне можно получить из них пользу. И при этом у них нет такого системного воздействия. И еще один нюанс в том, что они могут прохаркать со временем, но это известно. Эфирные масла, в них нечему прохаркать, в них нет ненасыщенных кислот, и они могут быть... Просто пару слов, то есть, я честно перепробовал много, я даже вот делал дипломное исследование на газовом хроматографе, в чем разница в эфирных маслах. И я объясню. На самом деле, для меня это было, опять же, простым экспериментом, потому что я использовал масла разные, я пробовал их действия по-разному, то есть, и в итоге я пришел сюда. То есть, я хочу объяснить, почему. Во-первых, это интуиция, которая здесь нет в списке, но даже на моем опыте у вас есть пять флакончиков, и вы можете понюхать каждое. Даже люди, что самое интересное, ученые, мастера, которые работали со мной в лаборатории, они все, эти лейблы, они были сняты в лаборатории, просто были маркером подписаны раз, два, три, четыре, пять. Но при этом, я знаю, что такое пять, я знаю, что это масло. все пронюхали все и говорят, интересно вот этот состав посмотреть, вот интересно вот этот состав посмотреть, мне кажется, оно лучше. Поэтому, да, но что касательно просто Young Living, в чем вот выявляется эта особенность? Во-первых, это собственные фермы, это не вот эта международная ассоциация торговли, которая продает отдельно траву с Китая и Японии, которая уже обработана, это фермы, на которых происходит дистилляция, то есть трава не возится по всему миру, или масла не производятся где-то, а потом отвозятся куда-то, то есть это все происходит по месту. И в Янглинге больше 25 ферм в разных частях. Поэтому, когда спрашивают, откуда эта компания, то есть, да, это американская компания, потому что Гэри Янг создатель был американцем, но масло абсолютно не производится в Америке. То есть, я имею в виду, да, там есть фермы, видите, сколько там ферм, там Юта, Айдаха, это все фермы, но при этом, тем не менее, Илон Хиланг будет выращиваться исключительно в Эквадоре и дистиллироваться там, поэтому США не имеют к нему никакого отношения. То есть, и опять же, все фермы идут со своими стандартами. То, что мы говорили об органике и масса-масса другого. То есть, даже дистилляторы, которые используют, Гэри рисовал сам по своим чертежам. Собственно, стандарты, о которых мы говорили уже, да, я немного заскочил наперед, и вот это вот картинки с ферм просто, Янг Ливен. Вот это ферма в верхнем левом углу, где растет желтенькое растение, это бессмертник, это ферма в Хорватии. Кстати, ферму хорватскую, просто она ближе всего. И ферма создавалась вот как в диких условиях. Видите, там лежат камни, то есть, дополнительно завозились камни, которые богаты кремнием, для того, чтобы создать дикое условие для простания бессмертника. Лаванда – это ферма, одна в Моне, другая в Провансе. Мона – это штат Ютаса. Вот это, собственно, где растут елки, это Канада, Форт Нельсон, где мы видим... Вот это ладан растет и так далее. То есть, это интересно. И все-таки, что для меня ценно еще, это то, что это семейная компания. То есть, это не какой-то глобальный маркетинг, где есть просто бизнесмены. Это муж с женой, которые создали компанию для того, чтобы помогать людям. То есть, и Гэри, вот он здесь на фотографиях, он изначально занимался тоже оздоровлением. То есть, он использовал разные техники. Он был инвалидом пол своей жизни. И как бы, он хотел помогать другим. собственно, его путь, в чем-то я его... Я, я скажу, не могу сказать, что я на него похож, но в чем-то я точно так же начал исследовать не с эфирных масел. Они встретились с ним по ходу и зацепили меня. То есть, точно так же было и у него. Поэтому, или точно так же было и у меня. Поэтому, вот это для меня ценно. И то, что все равно, как бы, когда идет речь, скажем, вот этой душевности, она все равно сохраняется. В каждой посылочке идет обращение к тебе. И в каждом продукте, вот даже в маркете этой компании, они это исследуют очень глубоко. Но они не говорят об этом, как, скажем, в рекламной какой-то компании. Я, когда открываю состав крема, который представили, который абсолютно натуральный. То есть, там используется воска из растений, который, ну, очень дорого стоит. Да, это отражается на цене, но это нигде не используется. То есть, я понимаю, что они об этом ни слова не сказали. Абсолютно. То есть, это как бы все работает, построено на доверие. Ну, и, конечно, для меня, это лично для меня была цена, я опять же писал про себя, возможность заработка, потому что у меня, как студента, было это актуально. Мне нужны были масла для себя и для использования, скажем так, на клиентах, да, и позволить их себе каждый, там, допустим, месяц пополнять свои запасы мне было тяжело. И это было покрывать свои расходы. И в будущем еще и зарабатывать для меня было это очень актуально. Поэтому это уже отдельная тема и она абсолютно опциональна и, возможно, даже вас не касается. Но, возможно, кого-то зацепит. С чего начать проще? Вот потому что масел действительно очень много. Есть набор, вот, собственно, он так и называется, возможно, стартовый, но это уже такое от нас название, да. В него входит 12 эфирных масел, диффузоры много другой прелести. Там разные проблечки, сок из яхот, вот же, то есть много-много всего. Но это действительно помогает вот начать для себя, потому что, во-первых, есть диффузор, во-вторых, 12 масел, вот когда я получил, я начал с ними экспериментировать разными смесями, которые я смешивал. То есть, начал экспериментировать во всех, во всех направлениях. Плюс там и ролики, которые я вам говорил, то есть, он даже на картинке видно. Они все там есть. То есть, вот это как бы самый такой простой вариант. Однако, это не обязательно. вот все масла, которые здесь есть. Это не обязательно. Можно взять любое масло, то есть, начать с этого попробовать. То есть, все абсолютно по возможностям и по желанию. То есть, и что самое, вот как бы, почему, собственно, я решил сегодня рассказать, потому что на день инклининг, который происходит каждый квартал, мало того, что выпускается разная новая продукция, появились натуральные, как это называется, вот эти вот женские, которые, тоналки, вот, которые, вот у меня Аня, она прям, жена очень, очень радовалась, что натуральная, потому что это та вещь, которую носят, скажем, могут носить ежедневно, да, и долгое время, и важно, чтобы это была натуральная вещь, минеральная в том числе, и как бы, да, ну, это уже не меня рассказывать, но кроме этого, если ты делаешь какой-то заказ в инклининг, то ты получаешь еще масло голубой ели, собственно, это то масло, которое мы видели с вами, вот которое дистиллировалось, которое были опилки, из которого получили, то есть это достаточно классный подарок, потому что отдельно оно стоит 30 евро, и, ну, скажем так, это прикольно. сейчас открою вопросы, да, давайте я закончу, и вопросы параллельно уже будем к самом конце, потому что мы подходим к концу, поэтому, если есть желание, то всегда можно зарегистрироваться, создать себе аккаунт, это проще, чем в любом интернет-магазине, и делать себе заказы, плюс просто в этом, вот, суббота, воскресенье, понедельник, дают еще масло, и мне просто не хотелось бы, чтобы его пропускали. Да, считаю вопросы, есть мнение, что жирные масла могут давать обратный эффект и сушить кожу. Можно ли использовать жирное масло В6, сиферное масло для увеличения, увеличения тела? Я думаю, тут было увлажнение тела, потому что увеличение тела достаточно странный запрос. Сушить кожу, опять же, нужно смотреть под каждого, для каждого человека, потому что разные жирные масла могут быть разные. Например, то же самое я говорил, кокосовое масло, оно очень тяжелое, и многим людям, особенно с нормальной или жирной кожей, они будут просто перебором. Масло, смесь В6, это смесь растительных, кто не знает, говорю, масел, то есть там они просто в грамотной формулировке, для того, чтобы масло было легким. Во-первых, это важно отдельно для массажа, потому что, когда человек встает, не нужно, чтобы его одежда была жирная, и так далее. Во-вторых, важно, чтобы оно было полезным, потому что есть масла, которые жирные, которые уже обладают эффектом антивактериальным, и так далее, то есть они уже могут питать. И тут еще очень важно, опять же, в жирных маслах, вообще во всем нашем мире никто не отменял политику качественного продукта, потому что, когда я даже выбираю себе кокосовое масло, оно есть от 50 гривен до 500, понимаете, и я точно знаю, что я кокос в магазине за 50 гривен не могу купить, и что в него было добавлено, вот после эфирных масел, я уже даже думать не могу, это можно исследовать все бесконечно, если так все задумываться. Поэтому сушить могут разные штуки. Эфирное масло, оно может увлажнять кожу, но не потому, что в нем есть вода или гиалуроновая кислота, или что-то, просто идет нормализация процессов, поэтому нужно просто пробовать. Нет даже конкретного масла, вы можете использовать просто масло лаванды, и если у вас есть потребность, если у вас сухая кожа, но по природе она не такая, то можно вернуть, вот скажем, сбалансировать, да, опять же, вот это дело. Можно ли с диффузором Young Living использовать другие качественные масла? Если уверены, что масла качественные, то можете, конечно, но очень много случаев, когда использовались обычные масла, аптечные, и диффузоры у людей ломаются, потому что там интразвуковая мембрана, которая не выдерживает просто как бы не настоящие эфирные масла, она сделана специально от масла. Я заказал именно этот набор вчера. Будет ли у меня в наборе подарок? Это мы пообщаемся с вами отдельно. Как бы вчера акция не распространялась. Итак, друзья, если у кого-то есть еще вопросы по маслам, то я с радостью расскажу. Возможно, вас приглашали сюда кто-то из ваших друзей. Тогда, я думаю, вы можете задавать вопросы и у них, и у меня. Если что, мой номер здесь, мой сайт здесь. На сайте я стараюсь делать такую библиотеку по эфирным маслам. То есть я все, что нахожу, выставляю туда. И вы можете всегда зайти, почитать свойства применения. То есть там, я думаю, может быть исчерпывающее даже для кого-то количество информации. Поэтому тоже может быть интересно. Только обращаю внимание, что там розничные цены, как бы нас они не касаются, потому что мы покупаем все оптово. Так, друзья, еще какие-то вопросы, можете есть. Можете включать микрофоны, можете писать их в чате. Андрюша, добрый день. Вы меня слышите, нет? Да, добрый, слышу. Смотрите, у меня к вам вопрос. А чем отличается, например, капля, ну, с утра вот выпить там с теплой водой капля лимона, масла, да, и, например, в теплую воду выдавить или порезать половинку лимона, настоять и тоже вот теплую воду выпить? Чем она отличается по действию? Я скажу так. Отличается она по действию всем, и лучше использовать оба варианта одновременно. Потому что, когда вы выдавливаете сок или выдавливаете вот эту пульпу, да, из лимона, то вы выдавливаете в основном, там нет эфирного масла. Эфирное масло в кожуре, и вы его не выдавливаете. Если даже вы настоите, то вы, скорее всего, будете настаивать его в теплой воде, оно улетит в холодной воде, оно не перейдет в воду, потому что оно жирорастворимо. То есть в данном случае вы будете использовать, вы будете получать пользу от веществ, которые есть в цедре, не в цедре, а в пульпе, ну, вот самой этой мякоти, да, лимона. То есть это, там разные и кислоты, и активные вещества, это здорово, но если добавить к ним даже эфирное масло каплю, то это увеличит их биодоступность. То есть они будут работать даже эффективнее, потому что так они находятся в природе вместе, эфирное масло в растении. Поэтому, да, вы едите кожуру, опять же, ну, это здорово, только ремарка... Не, ну, кожуру потом можно вытащить из чашки, положить в кашку и съесть ее, да? Короче, то есть эффект будет одинаковый или нет? Или нужно усиливать его все-таки? Вот эта капелька лимона, да? Там концентрация получается больше. Ну, во-первых, да, то есть мы говорили, что... Калия, что... Концентрация 20-30 процентов. То есть если вы возьмете, там, грубо говоря, ну сколько, 10 грамм той цедры, да, вот там четвертинку лимона, а хотя это будет больше, ну, в общем, вы понимаете, 30 процентов, то есть там будет буквально пол капли, может быть, в лучшем случае, этого масла. То есть в любом случае вы можете добавлять даже не каплю лимона, то есть от пяти капель тоже хуже не будет, по разным запросам. Если там, не дай бог, простуда, то, конечно, добавляется больше. То есть просто в такой дозе, во-первых, не съешь ее, во-вторых, оно дополнит. И то же самое, как касается любых трав. Кто использует травы разные, даже вот просто в травяной чай добавить, пока он стоит в стеклянной балке, добавить масло, это уже улучшит усваиваемость. Вот эта, собственно, эта фишка, она используется во всех добавках янхлевиных, потому что травы, ну, грубо говоря, порошок травяной, да, смешан с маслами в таком виде, как они есть в природе. Потому что если мы высушиваем траву, и сферное масло высушивается вместе с ней, и теряется вот этот вот как бы механизм транспортировки, который есть в растениях. Ну да, как у грузин, я понимаю, да, они тоже масло ореха используют, ну, как, вот в продукты, или то, что они пекут, или сациви тоже делают, да, они рекомендуют бить орехи непосредственно перед применением, потому что, говорит, через две недели масло с ореха испаряется, просто-напросто сбитого, и его там нету. Поэтому вот здесь получается та же самая картина, да? Да, значит, мы сначала разделяем все, что есть в растении, а потом обратно соединяем. Понятно. Спасибо. Спасибо. Как найти сайт, я скинул и в чате, и можно увидеть на презентации. Если есть еще какие-то вопросы, то я жду. Если же нету, то я больше не смею вас задерживать. Если что, я всегда на связи, поэтому, если будет желание попробовать эфирные масла, и вот просто сейчас это мега актуально, потому что еще дарят подарок за это. А такое, честно, второй раз как бы за три года. Поэтому тоже будет классно. Я думаю, для вас не потерять такую возможность. Еще есть вопросы? Это если будет регистрация, я прошу прощения, вот сейчас, в субботу, в воскресенье, в понедельник, да, будут еще подарочные масла, да, какие-то? Одно подарочное масло голубой ели. Спасибо. Нет за что. Друзья, благодарю тогда, что мы все здесь собрались в субботу. Благодарю за ваше время. Очень рад был проводить время с вами. Честно скажу, вот вроде бы я вас не вижу, вроде бы я вижу только имена ухода, даже не вижу, но вот сегодня все пошло очень легко. То есть это на самом деле вот как бы мистика, не мистика, но ощущаются люди по ту сторону экрана, ощущаются очень сильно, потому что все-таки вы меня видите и вы со мной связываетесь. Поэтому вы очень хорошие люди, благодарю вас. Спасибо. Всего вам хорошего. Хороших вам выходных. Сегодня замечательная погода, по крайней мере у нас в Киеве. Если нет вопросов, тогда будем заканчивать. Спасибо. Счастливо. Вам тоже. Удачи. Спасибо за информацию. Спасибо. Спасибо.